Когда мы говорим первые элементы, то есть обычно тот термин, который на санскрите звучит маха бхута, великие бхуты, и мы привыкли переводить как великие первые элементы. Хотя бхута трудно найти какой-то вообще аналог на русском языке, но как-то слово элементы прижилось. Иногда стихии говорят, да, вот из китайской медицины стихии используется. Их пять, да, есть эфир, акаша, есть воздух, есть огонь, есть вода и земля. То есть в таком порядке они обычно перечисляются. И нужно понять, что это принципы. Принципы мироздания, принципы строения тела, строения любых вот этих вот вещей, которые нас окружают. Это все концепция пяти элементов. Что такое принципы? То есть это то, что неизменчиво. То есть то, что стабильно формирует мироздание, включая наше тело, потому что все это в аюрведе рассматривается в контексте тела. Понятно, да? То есть это медицинская наука, поэтому она все через телу, через болезни, через здоровье, через профилактику, через лечение рассматривает. Тогда пойдем, наверное, с самого грубого элемента, это земля. Это принцип структуры. То есть все, что имеет структуру, это принцип земли. Вот и все. То есть если так коротко говорить. Вот этот стол, как бы в нем доминирует элемент земли, потому что он как структуру представлен. Дальше элемент воды. Вода на санскрите ап или джава. Вода – это принцип информационный, то есть это принцип передачи информации. Вода, мы знаем, она очень интересная. Если вы помещаете в какой-то сосуд, она принимает форму этого сосуда. Например, форму Литри, форму Лиана. То есть она, как бы она отражает информацию, которая с ней связана. То есть, по сути дела, джава – это принцип информации. Элемент огня, на санскрите называется огни, это принцип трансформации. Преобразование одного вида энергии в другое, одного вещества в другое и так далее. Мудрые люди говорят, что мы сейчас живем в эпоху, когда этот элемент наиболее важен. То есть очень важна трансформация в социуме, трансформация внутри, и нужно правильно использовать. И Айрыда говорит, что когда наш агнер страдает, пищеварительный огонь, это является основой практически всех заболеваний. То есть невозможно лечить болезнь, если нарушен огонь пищеварения, нужно восстанавливать огонь пищеварения. Это очень важно. Огонь ума тоже очень важен, как мы перевариваем информацию, мысли и так далее, идеи, отношения, ситуации. Считается, вот мы живем в такой эпоху, когда это очень важно. Важно правильно строить отношения с агном, с элементом огня. Дальше воздух – это движение, то есть воздух, он движется, и все, что связано с движением – это элемент воздуха. То есть это не только воздух, собственно, воздух, где мы находимся. Например, нервный импульс, он движется по нервным волокнам, кровь движется по сосудам. Это принцип воздуха. Понятно, да? Вальва. На санскрите звучит как вальва. Ну и последнее – это Акаши. Это элемент эфира, это пространство. Все, что мы перечислили до этого, должно быть пространство, где это находится. Такая книга «Хроники Акаши» – это феномен одного медиума Эдгара Кейси, который жил в Германии 20 века. Сейчас целый институт в Германии изучает феномен Эдгара Кейси. Он сам не знал, как это происходит, он просил, чтобы его изучали. Почему «Хроники Акаши» называется эта книга? Потому что приходили люди и задавали вопросы, он погружался в такое состояние сна, что ли, своего рода, да, и диктовал. И за ним записывали. Он не мог записывать, потому что он в таком состоянии, за ним записывали. И интересно то, что это было начало первого и двадцатого века, когда мало кто знал о вегетарианстве, о реинкарнации. А он пользовался этой терминологией. Он говорил, у вас плохие отношения с вашей сестрой, потому что в прошлой жизни вы были там мама с дочкой, и вы не решили такую проблему. Теперь вам надо ее решить. И люди удивлялись, потому что, ну, как бы христианская атмосфера в Германии, как прошла жизнь там и так далее. Там кто-то приходил, он говорил, у вас там больное сердце, нужно исключить мясо. Почему исключить мясо? Как раз вот послевоенное, после Первой мировой времени, на Балагере, ешьте больше мяса. Ну, люди были истощены после войны. Как-то у него спрашивали, откуда он диктует, да, то есть. И он рассказывал, что когда он погружается в это состояние, то как он видит, то есть это его восприятие, он как бы оказывается в таком большом пространстве, которое напоминает ему библиотеку. Но это его субъективное восприятие. Он не знает, как это на самом деле выглядит. И в этой библиотеке есть библиотекарь, которого он воспринимает как пожилого, такого мудрого старца. Когда он попадает в эту библиотеку, этот старец молча берет книгу, с полки открывает, и он просто читает. И вот это он диктует. Он говорит, на каждого из нас есть книга. Старец всегда молчит, он только показывает, что читать. И он говорит, что как, я пытаюсь в этом состоянии у него спрашивать, где я. И один раз этот старец сказал, Акаши. И вот поэтому называется хроники Акаши. Акаши – это эфир. Ну, такая история с хрониками Акаши. Акаши.